В здании районной администрации прошло очередное рабочее совещание. На этот раз главным вопросом повестки стало состояние придорожного сервиса. Федеральная трасса проходит через четыре крупных поселения – Афибская, Северская, Ильская и Черноморская. В районе есть рабочая группа, состоящая из сотрудников управлений архитектуры, малого бизнеса и потребительской сферы, полицейских и сотрудников Роспотребнадзора, которая ежемесячно мониторит состояние придорожной полосы. Следят за тем, чтобы собственники вовремя косили траву, убирали мусор, соблюдали закон при размещении рекламных конструкций и, конечно, за внешним видом магазинов, АЗС, шиномонтажек и ларьков, расположенных вдоль трассы. Есть ответственные и добропорядочные предприниматели, которые без напоминания приводят свои объекты и прилегающие территории в надлежащее состояние. Но есть и предприниматели работы по приведению фасадов и прилегающих территорий, которые не проводят совсем. Первое мнение о районе у проезжающих действительно складывается благодаря тому, что они видят, двигаясь по федеральной дороге. Обсудили и острую тему задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоресурсы. Суммы долгов порой звучали угрожающе, как и комментарии к ним. Если вы продолжите с таким же подходом работать, вы еще 26 раз смените вывески, но на 25-й, по всей видимости, кто-то сядет в тюрьму. Глава района остался недоволен и отставанием от графика в ежегодной программе по замене 5% водопроводных сетей. К началу октября эти работы успеют выполнить не во всех населенных пунктах.